Мы научились нескольким встроенным командам терминала. Однако он не ограничивается запуском встроенных команд, и в нем можно запускать даже программу, которую установлено прямо в системе, и не имеет никакого отношения к терминалу. Например, Firefox или же Edit. Давайте покажу, как это делается. В этом нет ничего сложного. Например, для запуска Firefox достаточно ввести слово Firefox и нажать Enter. В этом случае у нас открывается браузер, и мы можем работать в нем как обычно. Одна важная особенность заключается в том, что браузер открылся не просто так, а именно из терминала, поэтому они связаны между собой. Например, если я сейчас начну вводить команды в терминал, то она их реагировать не будет, потому что он сейчас передал управление команде Firefox, то есть программа Firefox. И пока я его не закрою, прямые команды терминала выполняться не будут. Давайте попробуем закрыть. Мы видим, что команды выполнились. Давайте попробуем запустить J-Edit. Сейчас управление передалось ему, поэтому я могу вводить сюда разные слова, сохранять файл, закрывать, но терминал реагировать на мои команды опять же не будет. Однако связка работает и в обратную сторону, то есть если я сейчас закрою терминал, то он предупредит меня, что сейчас из терминала запущен некоторый процесс. В нашем случае это же Edit. И если я закрою терминал, то приведется и этот процесс. Закрываем терминал, и видим, что закрылся не только терминал, но и редактор текста. Продолжение следует... Продолжение следует...